Впервые в Чебоксарах состоялись окружные соревнования по авиаспорту. В небо поднялась сверхлегкая авиация. Участие в них приняли более двух десятков спортсменов из Приволжского федерального округа. Среди них как мастера спорта, так и начинающие пилоты. Полеты на параплане требуют серьезной подготовки. Сразу же подняться в небо не получится. В ряды экстремалов Наталья Васильева, по ее словам, пошла сознательно. Очень хотела почувствовать за собой крылья. Было ей тогда 16 лет. Мечта детства. Учиться летать, уметь летать. В полете я ощущаю себя свободной. Стремлюсь к своей мечте побеждать. В небо за победой в этот раз поочередно поднялись более двух десятков спортсменов. Снаряжение тщательно подобрано, учтены все детали. Выполнить приземление точно в цель непросто, говорит пилот с 28-летним стажем Андрей Орлов. Он член сборной России по парапланам на точность приземления. Родом из Удмуртии. Впереди Калининград, Питер. И если все будет как надо, то и чемпионат мира недалеко. Сейчас осмотр снаряжения идет предварительный. Одеваемся. Раскладываем крыло, поднимаем, убеждаемся, что все хорошо. Перед стартом подцепляем свободные концы. Отцепку. Ну и, собственно, стартуем. Это только на первый взгляд кажется, что парить в воздухе легко. На самом деле надо уметь управлять воздушными потоками. Ведь никакого двигателя нет. Помогают стропы. Они на руках. То есть мы летим. Если мы потянули правую стропу, параплан у нас поворачивает вправо. Соответственно, если левую, параплан поворачивает влево. Когда на кону чемпионат России, ошибки быть не должно. Максимальный балл – это 500 очков. Нужно попасть точно в цель. Название упражнения – полет на точность – говорит о том, что приземлиться надо как можно ближе к центру зачетного круга, который называется мертвой точкой диаметром 2 сантиметра всего. Условия довольно жесткие еще. В пятиметровом кругу, в десятиметровом кругу практически нельзя прикасаться к земле ни рукой, ни коленом, ни частями подвесной системы. В этом году организаторы решили немного разнообразить соревнования и добавили еще две дисциплины. Это бег мужчины на дистанцию 2 километра, женщины на 1 километр и стрельба из мелкокалиберной винтовки. Чемпионатом в личном зачете стал спортсмен из Чебоксара Александр Шальнов. Вторые и третьи места заняли Андрей Орлов и Владимир Лебедев из Удмуртии. Организаторы отмечают, что такие соревнования – отличная возможность представить этот вид спорта в регионе, чтобы на старт выходили как можно больше пилотов. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.